Вера или неверие Вера или неверие Когда человек слышит Бога, то к нему приходит вера Когда человек слышит Бога, к нему приходит вера Когда человек слышит дьявола, к нему приходит неверие Вера приносит жизнь, а неверие смерть Если я задам себе вопрос Почему в моей жизни нет сегодня веры Почему Не случаются никакие Я не получаю ответы, я не вижу чудеса Я не вижу руку Божью Почему я верую и ничего не получаю Почему мне так трудно в жизни Потому что у меня нет веры Почему у меня нет веры Потому что я Открыл свои уши Я сделал решение Слушать то, что говорит преисподня То, что говорит дьявол Вы знаете, что дьявол не говорит в рупор из ада И он не говорит Послушай сейчас, дорогой мой друг Сейчас посмотри вниз Видишь, я сейчас в аду, в огне стою И в рупор говорю тебе Нет, он никогда так не приходит Он приходит через зомбоящик Через СМИ И в твоем доме постоянно звучит дьявол И поэтому у тебя не будет веры А если у тебя не будет веры Ты окажешься в большом кризисе Ты окажешься человеком С пустыми карманами Придешь в магазин И уйдешь оттуда С пустыми руками Почему? У тебя пустые карманы Вот так верующие сегодня выглядят Нищими Нищими Почему? У них нет веры Они ничего не могут приобрести Дорогие верующие, откройте Послание евреям 11 главу И вы увидите Как люди благодаря вере Получали обетование Получали Великие вещи Чудеса происходили Победы одерживали в своих жизнях Не потому что они были лучше нас Они были точно в таких же ситуациях А чаще порой Они были в худших ситуациях Чем мы с вами Но У них не было зомбоящика И они Концентрировались На слове Слове Бога И неудивительно Что у Давида была вера Победить Голиафа Неудивительно Тут нечем удивляться Давид Всю информацию от себя Выключил Все глушители Все сигналы И он общался с Богом Поэтому Когда он услышал Ужасную информацию Он услышал, что Его Бога хулят Он сразу же Отреагировал Реагировал Моментально Его вера Дала победу Не только ему Но и всему Израилю Вера одного человека Который был отсоединен От этого мира От средств массовой информации Многие верующие А знаете, многие люди Не, я не скажу, что верующие Вообще много людей Они находят правду Насчет вакцин Насчет этого вируса Насчет там Каких-то правительств Насчет того Они раскрывают правду И делают видеоролики Хорошо, я согласен Ну что дальше? Ну что дальше? Ну сказал ты И доказал ты, что это неправда Дальше что ты можешь дать? Ты можешь просто сказать Дорогие друзья Это черное Это черное? Все говорят Да нет, это белое Это белое Нет, ты говоришь Это черное Хорошо, дальше что? Мне как это поможет? Только у Иисуса есть истина Только у Иисуса есть истина И истина от правды отличается так, она отличается не чуть-чуть, она отличается так же, как небо от земли. Правда говорит, девочка умерла. К начальнику синагоги подходят и говорят, не утруждая учителя, дочь твоя умерла. А Иисус говорит, не бойся, только веруй. Правда говорит, мертвый человек, а истина говорит, живой человек. Ты раздваиваешься. Я думал всегда, что истина – это правда, а правда – это истина. Нет, это две разные вещи. Правда – это факт, можно сказать так, физический факт, а истина – это Слово Божье. И оно может отличаться на 180 градусов, на 100%, может отличаться. И когда Иисус пришел в дом этого начальника синагоги, то все плакали там. Люди не плачут так, когда человек заболел. Люди плачут так только, когда человек умер. И там были профессиональные люди, профессиональные плакальщицы. И люди знали, что такое смерть. А Иисус говорит, выгнал всех из дома, выслал всех неверных, которые мешают, глушат веру. И он говорил, девушка не умерла. Девочка не умерла. Она спит. И смеялись над ним. Да какую правду хочешь, ты раскопай. Хоть какую правду ты раскопай. Хоть насчет какого правительства. Что дальше? Что дальше? Вот-вот нас всех там зомбируют, всех нас чипируют. Что дальше? Ну, доказал ты. Да, правда это. Да. Всех будут чипировать. Да. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он заплатит большие деньги начальникам, чтобы те убивали людей. Что дальше? Дальше что? Ты получил от этого жизнь? Ты получил выход какой-то от этого? Нет. Ты просто понял, что тебя убьют. Вопрос времени. Постепенно будет смерть. И ты не поймешь, от чего ты умрешь. Поэтому закрывай. Блокируй. Блокируй другую информацию. Она важна. Нет, она не важна. Она не важна. Важная информация, то, что в Слове Божьем. Это важная информация, потому что она несет жизнь. Правда говорила, что девочка умерла. А истина говорила, нет, она спит. Она живая. Я ее разбужу сейчас. И смеялись над ним. Люди смеялись. Только что они рыдали по смерти. А сейчас они смеются. А смеются, знаете, с сарказмом. Обсмеивают его. Что как будто он не понимает. Как будто он вообще не эксперт. Мы эксперты. Мы знаем, что такое смерть. Иисус говорит, да ну. Серьезно? Ну хорошо, девочка, встань. И она встала. Что вот эти люди, которые несли правду. Что они, как они могли это объяснить. Смеялись ли они дальше? Нет, конечно. Всегда правда, физические факты будут обсмеивать то, что говорит истина. Истина, она находится в слове. Истина находится в духовном мире. Если я выберу правду, тогда я выбираю дерево познания добра и зла. Там есть добро, но есть и зло. И это одно дерево. Это отравленное дерево. Там это не только дерево добра. С левой стороны. Я слева буду кушать вот эти плоды дерева. Только добра. Нет. Если ты знаешь правду, то там есть и неправда. Ты не сможешь никуда деться от этой неправды. Если ты срываешь с дерева познания добра и зла, то знай, что в это дерево смерти. А Бог говорит, Писание говорит, что там еще одно было дерево. Дерево жизни. Вот там уже нету добра, зла, там жизнь. Это то, что нам сегодня нужно. В Иисусе нету отрицательного, положительного. В нем жизнь. В нем нету никакой тьмы. Он есть свет. Бог всегда на стороне человека. Это во-первых. Бог на стороне человека. Потому что Бога слепил, сотворил, родил. Как угодно. Сам Бог. Это его творение. Мы его творение. Мы не творение дьявола. Да, к сожалению, многие переходят на его сторону. Но все же мы сотворены Богом. И Бог, Он за нас. Трудные времена идут на землю. И уже пришли. Вера, как никогда раньше, актуальна сегодня. И если у тебя не окажется веры, доверия Богу, то ты будешь похож на человека с пустыми карманами. Человек с пустыми карманами ничего приобрести не сможет. Ничего. Ничего. Даже во время тяжелое, когда на земле будет самое ужасное время, Библия говорит, нельзя будет ни покупать, ни продавать без начертания. Видите? То есть что-то у тебя должно быть. Но это сказано только к тем людям, которые принадлежат этому миру. О детях Божьих не сказано, что они не смогут ни покупать, ни продавать. Потому что их обеспечитель Господь. Аллилуйя. Им не надо бояться. Это описана судьба людей, которые остались на великую скорбь. Великая скорбь. Ты приходишь домой, а все твои уехали в отпуск. И теперь ты один дома. Что ты будешь делать? Каково тебе будет? Все, дом тот же, а никого, семьи нету. Все уехали в отпуск. Мы решаем и выбираем, кого нам слушать. Соответственно, мы решаем, будет ли у нас вера или нет. Послушайте, если бы так легко было иметь веру, сегодня бы все ее имели. Сегодня бы все христианство ходило бы в чудесах, в знамениях, в ответах. Могли бы и для себя получать, и для других. Но оказывается, нет. Оказывается, вера слаба. И люди говорят, я все сам делаю. Если сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Сегодня такая судьба не только этого мира, но и многих верующих. Они понимают, что они все должны добывать сами. Почему? Вера не работает. Ее недостаточно. Ее не хватает. Точно так же, когда человек приходит с пустыми карманами в магазин, он видит, как много там всего, что ему нужно, что ему необходимо. Но ничего он из этого магазина взять не может. Ничего он может взять, но он должен заплатить. Если ты заплатишь, тебе будут благодарны. Ты это твое, это все тебе принадлежит. Но если только, ты заплатишь. Вот так же вера, так как деньги действуют в физическом мире, так же вера действует в духовном мире. Нету веры, ничего не можешь иметь. Ничего. Поэтому Иисус говорил, иди, вера спасла тебя. Благодаря твоей вере ты получил это чудо. И знаете, чаще всего вера нужна там, нигде у человека, ну так себе в жизни. А где у него реальный кризис, где у него смерть. Как в жизни в Артемее. Почему он стал так орать? Почему агрессивность, почему такая активная вера стала в его жизни действовать? Потому что он был слеп. Ему надо было зрение. Если в твоей жизни более-менее, все, у тебя не будет веры. У тебя не будет нужды иметь веру. И вот многие люди, которые ослеплены, они говорят, зачем мне эта великая вера? Я нормально живу. Мне хватает, у меня все нормально. Но представь, когда придут испытания, что ты будешь говорить. Представь, что ты будешь говорить, когда у тебя заберут работу твою. Ты же без работы. Что ты за человек? Все. Ты как голый, неуверенный и униженный. Ты живешь только благодаря своей работе. Если что-то вопрос станет насчет работы, ты быстро сдашь все позиции. И все сделаешь, потому что ты, мы можем сказать так, привыкли оттуда получать свою помощь. Мне привыкли жить верой. Задача дьявола – посеять сомнения и привить недоверие к Слову Божьему. Это его задача, это его стратегия. Посеять сомнения, чтобы когда тебе говорят, слушай, написано, ты можешь иметь. Ты скажешь, не, я не хочу. Можно за тебя помолиться? Не, не надо молиться, не надо. Меня уже столько раз молились. Я уже не хочу, чтобы на меня руки возлагали, молились. Я не верю в то, что Слово Божие говорит. Послушай, с тобой провели работу. С тобой дьявол провел работу. Ты теперь не веришь тому, что говорит Библия. Ты веришь только фактам физическим. Ты веришь тому, что у тебя на счету. Ты веришь только своему опыту прожитому. Ты не веришь Слову Божьему. Знаете, что означает верить? На самом деле верить Богу, вера в Бога, подразумевает верить больше, чем ты видишь сам физическими глазами. Это означает, ты Богу доверяешь больше, чем своим глазам. Вот что такое вера. Сегодня такая вера нужна нам. Послушайте, на землю пришли плохие времена. Плохие времена. Они будут только усугубляться. Они будут хуже. Потому что это правительство, единое, глобальное. Они хотят полностью все взять под контроль. Сейчас они еще это не взяли до конца. Но они хотят полностью. Как завоеватели. Как появлялись империи. Захватил один город, другую страну. И так вот расширять мало, 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 еще больше, больше, больше. Так это действует дух. Нечистый дух. Захватывает умы людей. Чтобы иметь веру, необходимо вовремя обнаруживать глушитель врага. И настраиваться на слышание голоса Божьего. Нам необходимо очень осторожно относиться к той информации, которая вокруг нас. Именно она влияет на нас. На всю нашу жизнь. Мы можем смеяться. Мы можем говорить. Мы можем говорить, что человек, который не смотрит телевизор, это недалекий человек. А я вам скажу, что президенты не смотрят телевизор. Большие люди, которые управляют этим миром, не смотрят телевизор. Они делают новости, которые им удобно, чтобы управлять умами людей, сеять панику. И вы знаете, что негативная информация, она действует как наркотик. Она очень захватывает человека. Вот почему люди смотрят новости, смотрят еще, 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 еще. А что в новостях? Там ужас и страх и смерть. Все. И что-нибудь хорошее там, где-то спасли ребенка. Там, в основном, там идет уничтожение твоей веры. И ты это делаешь сознательно. Твое решение. Ты делаешь сознательно уничтожать свою, ту еле живую веру, которая есть. Ты ее дальше добиваешь и уничтожаешь. Отключись от всего, если ты хочешь иметь веру. Отключись от всего, от всей информации. Да пусть она там правда, да пусть она хорошая. Мне, послушайте, сегодня надо подумать о вере. Когда еще не так все ужасно на земле. Вот начинается, допустим, да? Но я сейчас уже должен подумать. Вы знаете, что два домостроителя строили дома, свои дома. Мы знаем, что у одного дом был построен на основании, на прочном, а у другого на песке просто, без всякого основания. Вы знаете, что один видел беду в своей жизни. Он видел, что придет очень сильный ветер, может прийти. Он видел, что могут прийти испытания, может прийти наводнение. Поэтому дом ему надо изначально, пока это не пришло, надо сделать прочным. Знаете, я видел такую картинку. Где-то в Америке там было большое наводнение. И перед наводнением человек взял и построил такие, как стены из земли, из горки такие сделал. Вокруг дома своего. Это смешно выглядело. Он как будто такой, знаете, земляной забор сделал вокруг. Насыпи такие. И случилось наводнение, как ни странно. И как ни странно, только этот дом выжил. Не был поврежден, все дома были изразрушены. Только этот дом. Странно, откуда он знал, что придет наводнение? Да он просто сделал это. Поэтому сейчас, когда еще не так все плохо в твоей жизни, позаботься тебе иметь веру. Иметь доверие с Богом. Потому что когда придет ужасный кризис, а он придет точно. Он точно придет. Тебе не будет время разбираться с фундаментом, закладывать фундаментом. Это сейчас делается. Сейчас строятся твои отношения с Богом. Сейчас укрепляется твоя вера. Сейчас, Давид, пока ты молодой. Сейчас закладывается фундамент твоей духовной жизни. Сейчас, Давид, говори. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Пока ты пасешь овец, ходя босиком, с шестом, ничего не имея. Ничего, никакого, ни влияния. Ничего. Влияние только на овец имеешь. На небольшое стадо. Сейчас говори в свою жизнь. Сейчас строй отношения. Потом тебе не дадут служения люди, проблемы не дадут тебе качественно общаться с Богом. Тебе придется вырывать это время. Сейчас, пока ты молодой, углубляйся в Бога. Ищи его. Потом ты будешь выглядеть как богач. Везде будет разруха. А ты будешь ходить спокойно. Как Давид говорит. Во время войны, прямо на передовой, когда летят пули и взрываются бомбы. Бог накрыл на стол. Сынок, они пусть воюют. Прямо на глазах у них у всех. Я накрываю здесь вот рыбка, картошечка, овощи. Здесь шашлычок, здесь сок виноградный. Кушай, мой дорогой. Они пусть воюют. Ты кушай, мой дорогой. Что Давид сказал? Веду врагов твоих. Ты накрыл мне трапезу. Веду врагов моих. Представляешь, они вот на тебя так сумели. Враги смотрят. Они на тебя хотели бы сейчас натянуть лук, убить тебя. Но этого не могут сделать. У тебя обед. И они ждут. Вот бог так вот шутит. Нет, бог не шутит. Это выглядит как шутка. Но это реальность. Бог говорит, а что, а какие проблемы? Это мой сын. Мой сын голодный. Меня вообще волна не интересует. Война. Пули, бомбы, взрывы. Как чего-то смерти. Этот мой мальчик не погибнет. Ни от одной стрелы, летящей днем. Он не будет болеть никакой заразой, ходящей во мраке, опустошающей в пол. Не будет прикасаться к нему. Потому что от юности он сказал, это мой Господь. Это мой Бог. Я буду любить его всем сердцем. Все мои песни я посвящаю не какой-нибудь девушке, а Богу. Всю свою юность, все свои соки, все свои силы я посвящаю Богу. Хвалить Бога и делать ту ответственность, обязанность, там, пости овец, который у меня есть. Но мое сердце, мой разум, они прикреплены в Боге. Это звучит как сказка. Вот все на войне дрожат, дрожат. А приходит мальчик, приходит юноша, лет 15-16 ему было. Приходит и удивляется. А что это такая за война странная? Эти дрожат, челюсть дрожит. Знаете, когда человек в холодной воде покупался, стоит вот так вот трясется, и вот так вот вся армия стоит, трясется, колени трясутся в страхе. Так Библия говорит, что царь и весь народ с ним были в страхе и ужасе. А Давид вообще не может понять, почему ужас, почему страх. Только что поел классно, пришел и говорит, в чем дело, в чем проблема. А тут дьявол вылез. Да ладно, пойдемте, надаем ему, покажем ему его место. Давид просто был, как, знаете, как инопланетянин какой-то. Да не был он таким сам по себе. Это все приходило от общения с Богом. Как говорится, с кем поведешься, от того и сбеременеешь. Ты думаете, Давид таким крутым был. Просто потому, что он с Богом был. Божественное помазание было на нем. Благословение было на нем. Благоволение было на нем. И Бог сказал, я усмотрел себе царя в этой семье. Сегодня Бог может найти тебя. Сегодня Бог может найти молодежь. Но чем молодежь сегодня занята? Они блокируют свой мозг телефонами, видеоиграми, интернетом. Полностью блокируют. И Богу вообще нету шансов. А эти разработчики видеоигр – богатейшие люди, которые придумывают контент, лишь бы занять внимание юноши. А у этого юноша судьба. Судьба. Но он сейчас проигрывает свою судьбу. Он сейчас протратит свое время впустую. На нем было призвание. Он даже этого может не узнать. Но на суде он это узнает. На Божьем суде. Представь, может быть, ты спасешься, но как головня из огня. Как лот. Неужели ты так хочешь спастись? Потерять все, что ты имел. Неужели ты так хочешь спастись? Да, лот был спасен. Да, Бог о нем позаботился. Но еще благодаря Аврааму. Авраам там заступался, как только мог. Включал свои родственные связи. И Бога уговаривал. Давай не будем, Бог. Давай, пожалуйста. Я же для тебя что-то значил. Но вот ради меня сделай так. Это не просто лот. И он был спасен. Да. Но все потерял. Знаете что? Нам Бог подарил веру. Чтобы через нас. Мы как посольство Божье. Чтобы через нас распространялось дальше благословение. Чтобы мы могли людей убеждать Божьему Слову. Верить больше, чем правительству или чем информацией какой-то гуляющей в этой мире. Мы людям говорим. Хорошо, ты мне это говоришь. А что Слово Божье говорит? Многие люди не знают, что сегодня Бог говорит. Не пребывают в Боге, но хотят результаты. Хотят, чтобы у них была быстро отвеченная молитва. Вопрос. Откуда у меня неверие? Не слушал ли я дьявола? Адам, где ты? Я здесь. Почему не здесь? Я в кустах сижу, я голый, я наг. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, которое я тебе запретил? Понимаете, так и многие верующие сегодня. Бог говорит, где ты? Человек такой, я здесь, на этой ужасной земле. Холодной, мокрой. Господь говорит, а почему? Моё царство на земле есть. Я вот такой здесь. А почему ты такой? Не слушал ли ты новости? Да, Господи, да. С утра до вечера. И все, весь мусор, весь унитаз, который идет через СМИ. Я прям открываю свою голову и слушаю. Ничего не могу поделать. Так интересно, так захватывает, так хочется. Ну, Господь говорит, ну ладно, что ж, ты выбрал себе. Я пойду со своими общаться. Но если хочешь, закройся. Почему пророки жили отдельно от людей? Почему Авраам, Бог ему сказал, выйди из твоего родства. Да, там мои родственники, выйди. Это не родственники, это идолопоклонники. Выйди, выйди. Ну, он, конечно, не так это говорил. Бог там, выйди. Нормально ему сказал. И он сразу послушался. Еврей, это тот, означает, кто перешел. Тот, кто вышел. Не у того, у которого нос орлиный. Или глаза круглые и большие, как у лошади. И волосы черные. Еврей, это тот, кто слушает Бога. Это духовные евреи, физические евреи. Как апостол Павел говорит, вы, иудеи, это не тот, кто по наружности, а кто по духу. По духу. Господь тебе сказал, выйди из мира. Ты вышел, и ты в церкви сегодня, аллилуйя, в Божьем царстве. Ты настроен слышать Слово Божье. Ты еще много чего не понимаешь, но ты уже знаешь, что там для меня смерть, а здесь для меня жизнь. И я выбираю жизнь и жизнь с избытком. Опять с избытком. Господи, неужели ты, я всегда думал, что ты жадный, что если ты даешь, то даешь мелочь какую-то, что тебе не надо, например. Ну так же люди сегодня жертвуют. А это что, правда, что ли? Это что, правда, ты Бог избытка? Ты хочешь, чтобы я тону в благословениях? Господь говорит, да, ты не утонешь в благословениях. Ты плавать в них будешь. Если мало воды, трудно плыть. Иди на глубину благословений, там будешь плавать. Вы думаете, я тут сказки рассказываю, пытаюсь вас развеселить? Я вам точно сейчас цитирую духовный мир и Слово Божье. Поэтому давайте сейчас помолимся. Отец.